Элита Арксплёй Продакшн представляет Привет, мои любимые! В этом выпуске мы рассмотрим контрпик Джаггерналта. До недавних времен он был довольно популярным героем. Его пикали практически в каждой игре. Спасибо Мете от Просцены. Но сейчас уже популярны стали Снайпер, Тролль, Шторм и так далее. Давайте посмотрим, как можно законтрить данного героя и сделать из него просто ну лёгкую. Первым у нас идёт Омник. Ну, Омник, он соло не может пойти и убить Джаггерналта, но он помогает своей команде с помощью своего ультимейта. То есть, Омник ультует, Джаггерналт ультует и в итоге никому урон не наносится. Это самое главное, что может сделать Омник для своей команды. Ну, там же у нас идёт и Хилка, и второй скилл, который защищает от Блэйд Фьюри. Давайте я вам быстренько сейчас покажу. То есть, это наш халявный БКБ, так сказать. Вот. То есть, Омник уже идёт как саппорт, но очень хороший саппорт. В любом просто замесе сначала ульту, и начинается замес, и Джаггерналт, он уже вообще ничего не делает. Но, само собой, если Джаггерналт соберёт диффуза, он сможет снимать ульту и второй скилл от Омника. Так, идём дальше. Дальше у нас идёт Фантом Лансер. Ну, тут, я думаю, всё понятно, да, что ультует, Фантом просто спокойно может уходить. Всё, как будто не было ульты. Фантом сам по себе очень сильный герой. Эй, спокойно, спокойно, эй, эй, остановись, машина. Потом очень сильный герой, и он просто стопроцентно контри Джаггерналта. Без вариантов. Просто без вариантов. Опять же, мы можем убегать от Блэйд Фьюри, то есть, Джаггерналт использует Блэйд Фьюри, мы просто убегаем. Всё, пока Джаггерналт. Там крутись, вертись, свести, перди, это уже твоя проблема. И мы спокойно уходим от его ульты. А дальше Фантом спокойно его убивает. Собираем диффуза и убиваем. Тоже без варианта контри. Дальше идёт, ну, такой послабее контр, это уже Абаддон. В первую очередь, Абаддон, которого вы соберёте в роль кэри. То есть, такой агрессивный. Не просто терпила танк, а агрессивный, и не саппорт. В первую очередь, потому что, опять же, ультимейт Абаддона. То есть, нам, например, китай на себя щиток, Джаггерналт ультует. Всё, у нас врубается ульта. И нам всё равно на Джаггернаута. А там, если мы соберёмся в кэри, мы просто будем стоять его и бить. Всё. Будем стоять его и бить, бить, бить. То есть, Джаггерналт будет делать, а будет Фьюри, мы будем стоять его и бить. Нам будет всё равно. Потом у нас включается ультимейт, и всё. То есть, грубо говоря, Джаггернауту придётся драться с Абаддоном, у которого будут две жизни. Ещё придётся, что у нас есть щиток, у нас есть замедление атаки и тому подобное. Дополнительный урон. Так, спасибо, Абаддон. Ну и дальше у нас идёт Эмплярка. Ну, я думаю, здесь тоже всё понятно. Благодаря её рефлекшн, щиток. Всё, она использует щиток. Мы ультуем на неё, ей просто срать. Просто срать, вы видите. То есть, ульта в ноль. А дальше она спокойно нас убивает из инвиза. Она может дамажить нас из инвиза, когда мы используем Блэйд Фьюри. И всё равно. Оп-оп. Оп. Вот. Четыре героя. Ну. Один саппорт, да. И три героя, которые спокойно могут законтрить Джаггернаута. Спокойно. В первую очередь, это идёт у нас Фантом Лансер. Он соло убивает 100% на этого героя. Потом уже идёт Эмплярка. Ну, там уже Абаддон. И если вы играете за саппортов, просто пикайте Омника. Ваша ульта зарешает исход игры. Вы меня понимаете, да? И я чуть не забыл самое главное. Также мы можем контрить Джаггернаута с помощью двух предметов. Это Ветра и Госсептер. Давайте я вам это покажу. То есть, Джаггернаут ультует. Используем Ветра. Нам урон не наносится в итоге. То же самое с Госсептером. Джаггернаут ультует. Принимаем призрачную форму. И нам всё равно на него. Всё. Пишите в комментарии, какими героями вы контрите Джаггернаута. И пишите имя героя, на которого сделать контрпик в следующем выпуске. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал.